В Нурсултане и Алматы выявлен индийский штамм или вирус, который еще называют штаммом Дельта. Насколько мутировавшая форма коронавируса может быть опасной для людей? Как жители региона могут уберечься от нового вируса? А главное, готовы ли местные врачи лечить население? Ответы на эти и другие вопросы узнаем из нашего сюжета. Во время пандемии коронавирусом заразились около 118 миллионов человек во всем мире. Более трех миллионов умерли. И эти цифры растут с каждым днем. Более двух лет прошло с тех пор, как в мире выявлен первый факт вируса. Сегодня, когда люди только возвращаются к прежнему образу жизни, появился новый тип – индийский штамм. Знак самого опасного Дельта-штамма, распространившегося в 74 странах мира, обнаружен и у нас. Отличия штамма Дельты от коронавируса заключаются в его быстром заражении. Основные симптомы напоминают грипп, боль в горле, насморки, повышается температура тела. Риск смерти также высок. Человек может потерять и слух. Больной человек Дельта-штаммом способен заразить большее количество человек за меньшее количество времени. У него меньше инкубационный период. То есть с момента заражения до той поры, когда появятся клинические проявления, и человек станет опасен для окружающих, проходит меньше времени, чем у ранее известных нам штамм. По словам врачей, в странах, членах Европейского Союза, в таких городах, как Сингапур, Великобритания, выявляются новые виды вирусов у граждан в возрасте до 29 лет. В их числе и дети. Важный момент – это вакцинация. К сожалению, много людей есть, которые боятся вакцинации по тем или иным причинам. Кто-то из людей, конечно, дает абсолютно бредовыми идеями о чипировании и прочее. Наверное, таким сложно что-то объяснить и доказать. Но есть люди, которые, например, опасаются, боятся осложнений. Тут следует заметить, что уже провакцинировано очень большое количество населения. Осложнений нет. В нашей области ситуация стабильная, говорят специалисты. Тем не менее, работа по вакцинации в регионе идет полным ходом. В каждом населенном пункте, в городе и области имеются прививочные пункты. В области достаточной вакцины. По словам врачей, для достижения коллективного иммунитета полный курс прививок должны пройти 311 тысяч жителей. На сегодняшний день первый компонент прививки получили 94 364 североказахстанца, второй 63 368 человек.